На неделе главы всех районов, городов и наслегов республики работали в столице. Речь идет о ежегодном съезде руководителей муниципалитетов региона. На собрании, как правило, обсуждают не только успехи и достижения на местах, но и ставят и обозначают планы и задачи на ближайшую перспективу. Ну а на второй день съезда, по традиции, главы встречаются с Егором Борисовым. В этот раз руководитель республики был недоволен отношением глав муниципалитетов к социальным обязательствам. Он призвал глав к эффективному расходованию средств. Борисов подкрепил слова цифрами. Так, согласно данным, проведены контрольные проверки в общей сложности. В 14 поселениях из более 400 муниципалитетов нарушения выявлены на 2,3 млрд рублей, заявил глава республики. За работой съезда внимательно наблюдала Александра Охлопкова. В рамках шестого съезда муниципальных образований главы поселений, городских округов и районов начали свою работу с обсуждения приоритетных вопросов социально-экономического развития республики. В первые дни главы встретились с руководителями министерств. В повестку вошли около 20 вопросов. Мы же ушли от перекрестного субсидирования, и поэтому здесь, конечно, возникли вот эти вопросы. Где-то тарифы выросли, а где-то тарифы, может быть, снизились. Поэтому вот эти вопросы, конечно, нашли сегодня свое отражение в тех вопросах, которые задавали непосредственно главы муниципальных образований. В этот день главами было подписано соглашение о государственном регулировании тарифов коммунального хозяйства. Согласно документу, муниципалитеты смогут выявлять, ставить на учет и передавать во временную эксплуатацию бесхозных объектов коммунальной инфраструктуры. По истечению года, за дня постановки на учет, муниципалитет обязан обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на этот объект. Здесь мы будем рассчитывать, возможно, на какую-то дотацию, потому что население самому тоже сложно будет оплатить все-таки большие расходы. Январьскую встречу подытожил глава Якутии Егор Борисов. Ильдархан отметил, что социальные обязательства правительства республики выполнят в полном объеме. Егор Борисов потребовал от глав эффективного использования и полного освоения бюджетных средств. Отметим, что в прошлом году была проведена контрольная проверка 14 муниципалитетов. 4,6 миллиарда рублей лежат у вас на счетах неиспользований от бюджета 2016 года. Из них селевые должны, которые были расходованы, 1,2 миллиарда рублей. По собственным средствам, которые вы сами заработали как бюджетные доходы, 3,4 миллиарда лежат. Для чего лежат тогда, когда эти деньги нужны? У кого лежат? В Мирзинском районе 500 миллионов лежат. В Мирзинском 400 миллионов лежат. В Мирзинском 360 миллионов лежат. В Олёпинском 250 миллионов лежат. В Мирзинском 170 миллионов. В Мулунском северном районе 120 миллионов лежат. В Верхоянском 106 миллионов лежат. Зачем они должны лежать? Вроде, с одной стороны, говорите, что сегодня наверняка выступите, что денег нет. А раз мы имеем доходы, значит, мы давно расходуем. Буря положительных эмоций участников встречи вызвала заявление Илдархана о том, что политика благоустройства населенных пунктов будет продолжена еще на 5 лет. При этом, наряду с сохранением финансирования из бюджета республики, а это 450 миллионов рублей, дополнительно планируется привлечь еще 195 миллионов рублей из федерального бюджета. Егор Борисов дал поручение предусмотреть 100 миллионов рублей на поддержку занятости малоимущим в поселениях, обеспечении их живностью, создании подсобных и крестьянских хозяйств, организацию сбора и переработки дикоросов. Речь идет об обеспечении живности, создании лично подсобных хозяйств и крестьянских хозяйств. И на организацию сбора дикоросов, переработки продукции, если есть необходимость, это на один наследие менее 1 миллиона рублей. То есть это 100 наследов, в следующем году еще 100 наследов, еще через 2 года 100 наследов. Каждый год выделяете по 100 миллионам, чтобы они малоимущим, именно малоимущим, оказывали помощь именно в решении этой задачи. В конце встречи главы могли напрямую получить разъяснение проблем. И мне, как бы то, с сожалением я отметил, что ни с одного министра не прозвучала наша программа республиканская, энергосбережение, а ведь это многогиллиарные субсидии государства. Это что, непонимание или просто нежелание? Мы говорили о том, что человек идет на энергосбережение, если он экономит, то эти средства должны, по определенных, ну, каких-то условиях должны оставаться ему. А у нас как будто мы в гору, понимаете. Уговариваем экономить, как сэкономим, так деньги сэтрали. И в результате, какое интересно это будет, людям, которые должны заниматься энергосбережением. Вот это я. По итогам мероприятия глава подчеркнул, что нужно развивать местное производство, поддержку малоимущих и многодетных семей в первую очередь. И конкретно заниматься ими. Александра Хопкова, Илья Жараев, Вадим Конкевич, Александр Слепцов. Якутия. День за днем.